В эфире телеканала Freedom. Новости свободных народов. Далее о главных событиях уходящей недели жизни коренного населения, так называемой Российской Федерации. В Башкирии рухнул мост, который местные чиновники укрепили всего месяц назад. В Бурятии собираются конфисковывать гражданские авто на военные нужды. Путина инаугурировали на пятый срок. Какова реакция лидеров движения за независимость национальных республик и регионов? В республике Башкортостан рухнул мост, об укреплении которого местные чиновники отчитались в апреле. Ну а вслед за этим происшествием в столице республики Уфе обвалилась часть Зининского путепровода. Открыли его полгода назад. На строительство было потрачено более 1 миллиарда рублей. Коррупция или халатность? Комментирует руководитель комитета Башкирского национального освободительного центра Руслан Габасов. Это коррупция, это воровство, которое возведено уже в такую государственную идеологию, как всей России, так и на местах у нас, в республике Башкортостан. Глава нашей республики Радий Хабиров – это вор, который давно-давно должен сидеть в тюрьме. По словам Руслана Габасова, в регионе процветает строительная мафия. Возглавляет ее сам Радий Хабиров. У него вся команда состоит из воров. Он набирает себе подобность. Мало того, практически все строительные подряды он отдает точнее своим родственникам, жены. Все подряды там без каких-либо торгов, без ничего, они прям достаются напрямую вот этим вот фирмам, которые строят у нас ротуары, которые через месяц тут же обваливаются, дороги различные, вот мы видим результат, и так далее, то есть здания и так далее. Однако, как считает Руслан, даже факт хищения более миллиарда рублей на одном путепроводе не вызовет в республике протестных настроений. Протестные настроения были буквально не два месяца назад. Таких протестных настроений в России больше нигде не было, как в республике Башкортостан. И они были жестоко подавлены. Напомню, что один задержанный был убит, один покончил самоубийством в своей жизни. Несколько людей было искалечено. Буквально недавно новость пришла, что последнего, которого арестовали, он после первого же допроса впал в кому, потому что его до такой степени избили. Напомним, что в январе на митинге против тюремного заключения башкирского активиста Фаиля Алсынова вышло свыше 10 тысяч человек. При том, что суд проходил в городе Баймак, население которого чуть более 17 тысяч. На сегодняшний момент еще эта власть не рухнула. И выходить так, чтобы раз и навсегда в одном взятом регионе невозможно. Если выходить, надо везде выходить. Одновременно и стоять до конца, как это было в Украине в 2014 году. А тем временем в республике Бурятия хотят узаконить конфискацию гражданских автомобилей для нужд так называемой СВО. Глава Бурятии Алексей Циденов поручил Минтрансу и ГИБДД выработать механизм передачи отнятых машин на войну в Украине. Как пишет телеграм-канал Тат Ньюз, сейчас в России действует нормативный акт, по которому изъятое имущество может передаваться бойцам. Я думаю, у нас народ просто к этому привык, и поэтому о каких-то правовых вещах здесь говорить сложно. Просто мы находимся, к сожалению, в оккупированном статусе. И с тех пор, как нашу всю элиту, весь такой потенциал народа истребили, уничтожили, с тех пор, к сожалению, как такового сильного, мощного отпора не можем дать. По словам активиста из Бурятии, режиссера и блогера Баира Циренова, причина такого решения кроется в желании главы региона услужить Кремлю. Он в период мобилизации максимальное количество с нашей республики бурят и другие народы пытается отправить. То есть это, к сожалению, нашему очень лояльный, очень послушный, очень покоенный человек, который идет против народа и в угоду действующему режиму и Путину. Ты кто? Бурят. Бурят? А, боевой бурят? Нет. А какой? Бурят. Между тем, по состоянию на 2023 год, как пишет издание «Люди Байкала», в путинской войне против Украины погибли 583 военнослужащих из Бурятии. При этом независимые журналисты утверждают, что реальное число погибших выше, как минимум, вдвое. Путина инаугурировали в пятый раз. Патриарх Кирилл назвал его «Ваше высочество» и пожелал править до конца века. Мероприятие сопровождалось музыкой Михаила Глинки, ссылався из оперы «Жизнь за царя». За день до события лидеры движения свободных государств пост-России выразили свое отношение к так называемой легитимизации нелегитимного. Давным-давно не идет речь ни о каких свободных выборах в так называемой Российской Федерации. Выстроена жесткая кровавая диктатура. Причем диктатура, которая направлена печальной многовековой традицией Московицкой империи вовне. Ведется агрессивная разрушительная война против независимой Украины. Движение за независимость САХА не признает легитимность Путина. Путин – это вор и убийца. Путин – это военный преступник и террорист. Любой ставленник Путина в регионах – такой же вор и убийца, такой же военный преступник. Поэтому мы не признаем любую федеральную власть и всех к этому призываем. Нужно, чтобы Запад перестал воспринимать людоеда как человека. Путин – не человек. Он маньяк. И его место не в Кремле, а в психиатрической клинике. Ни один здоровый человек не будет иметь дело с сумасшедшим. Мы призываем вас в цивилизованный мир и допустить фактические реставрации колонияной самодержавной тоталитарной империи на просторах Северной Евразии. Все понимают, что империя – это большая угроза. Однако все империи рано или поздно обречены на распад. И Россия – не исключение. Непризнание легитимности режима Путина – это важнейший шаг на пути к победе над Россией. Российская Федерация, Россия должна перестать существовать в нынешнем ее виде. Мы не признаем российской федеральной власти. Российская империя, как империя прекратив свое существование, именно в форме этой империи. И народы, народы и национальности в Российской Федерации обретут свободу. А участники хунты, захватившие власть и удерживающие ее на протяжении уже 25 лет в России, предстанут перед международным судом. Напомним, власти ряда европейских стран отказались отправлять своих представителей на церемонию инаугурации. Ну а Европарламент счел результаты выборов недемократичными и призвал страны ЕС признать Путина нелегитимным. В то же время форум свободных государств пост России анонсирует 11-й съезд. Он состоится в июне в Вильнюсе. Ну наконец-таки вот по прошествии 10 предыдущих форумов нас перестали спрашивать, а разве есть какие-то надежды на развал этой путинской империи. Ведь она так могуще, она так незыблема. К счастью, теперь ментально в головах многих европейских политиков хоть что-то произошло. И хотя они не превратились в радикалов, до сих пор многие из них очень осторожно говорят на тему краха этой империи. И понимают, что пока она существует как единое целое, она все равно будет возрождаться, вновь и вновь превращаться в эту агрессивную империю, цель которой только агрессия, только нападение на своих соседей. В работе форума примут участие лидера национальных и региональных движений за независимость от Российской Федерации. Непитаем иллюзии, что эту империю как-то можно реформировать. Есть просто срочные первоочередные задачи. Это помощь военная в Украине, масштабная, полноценная, без каких-то оговорок. И возможность, и помощь в формировании национально-освободительных или регионально-освободительных отрядов для того, чтобы разрушить эту империю, для того, чтобы освободить регионы от гнета Кремля, от власти Москвы. Форум свободных народов Построссии – это дискуссионная площадка. Ее участники ставят своей целью распад Российской Федерации. В форуме принимают участие представители российской оппозиции и иностранные политические деятели. Ну и напоследок. Кесарю – Кесарева, а скрипоносцам – скрипоносная. В Алтайском Барнауле в рамках акции «Ночь музеев» с 18 на 19 мая проведут спиритический сеанс. Вызывать будут ни много ни мало дух самого Сталина – Иосифа Виссарионовича. На представление будут пускать группами по 20-25 человек. Дискуссия с духом вождя займет до получаса. Событие пройдет в Сталин-центре. Инициатором выступил депутат Краевого Заксобрания от партии коммунистов России Сергей Матасов. Это были главные новости из жизни коренных народов так называемой Российской Федерации. С вами была Анастасия Клитная. Увидимся в следующих эфирах на телеканале Freedom.